доброго дня уважаемые слушатели школы все светлые грамоты сегодня мы с вами поговорим о мечте о намерении мы уже с вами поговорили и мечта связана с нами то есть намерение тоже следующий этап к пути материализации к пути реализации задуманного мечта это еще то о чем человек воображает это можно сказать и желание человека вот еще желание рассмотрим желание мечтает это тоже разное то есть соответственно то что человека воображать то что он хочет он мечтает о чем вот такое мечта обычно это так очень высшее состояние и вот здесь мы с вами поговорим а что же такое мечта сегодня у нас такое на самом деле казалось бы что такое рассмотреть мечту но на самом деле очень такое сложное занятие поэтому я думаю что ролик наверно получится не короткий а вот поэтому запасайтесь вкусняшками чайком кто если в длинном пути в длинной дороге в дороге то мы вместе какое-то время с вами проведем кто готов работать там писать съемки рисовать тоже сегодня тоже будет это многое схемки и письмо вот и что сегодня мы с вами будем говорить о мечте и когда мы поймем что это такое мы поймем что же нам поможет ее достичь и так слово мечта мечта можно такими буквами записать и мы здесь видим очень интересную покорневую основу меч для там меч и то-то грамотное восхождение грамотного схода это страж по вкс с вами знаем вот то есть он на двух ступенях тогда сейчас тоже наверно сразу так вот здесь вот здесь тут как-то ступенчики таких из показана ну примерно вот так то вот у нас повыкается вот это наша от аста вот вот наша ступень это у нас райская ступень вот рай сейчас мы тоже об этом будем говорить здесь где-то вот так у нас то вот страж по вкс то есть она на двух ступенях то есть она контролирует тут я как-то трое получилось повыше напишем что с липом мешанины мы не создаем ой и вот здесь страж вот стоит страж это то то есть меч для то то это грамотный восход то есть зайти на эту ступень на райскую если мы про с нашей можно пройдя этого стражи грамм вот эта грамота восхода меч то меч вспомним слова иисуса христа если современно говорят грамотно иисуса крестье иисус крестье и давайте сразу же запишу иисус крестье как можно писать буква есть из у иисус и крестье мы можем записать вот так через букву крест всем вот она крест и так крестье сразу видно задачи биокодировочной задачи и так вот обратите внимание да то есть вот он наш страж вот крест обратите внимание вот мы здесь крест вот он писан и это биоэнерго остров человека крест крестье то есть это действующие силу иисуса крестье и так мечта меч для то для грамотного восхода грамотный восход вот страж пвкс чтобы мы с вами могли сюда вот зайти на эту ступень мы должны пройти этого стража то есть это меч да мы сейчас посмотрим что такое меч это то что нам позволяет а взойти на следующую ступень до посредством меча мы нарабатываем мы проходим вот эти выполняем задание и проходим к то то есть меч для то вот здесь побольше поговорим про букву то вот обратите внимание слова иисуса крестье не думайте что я пришел принести мир на землю не мир пришел я принести но меч вот он пришел принести меч то есть то что то оружие которое нам позволит зайти на следующую пвкс грамотно взойти изучить грамоту иисус крестье нам пришел принес меч и вот здесь обратите внимание меч для то то вот и здесь вы видите биоэнергоостов человека биоэнергоостов так биоэнергоостов человека вот крест и обратите внимание меч да вот да напоминает по форме меч вот здесь мы видим меч вот он а что это это буква вот мы видим вот если мы здесь обратим внимание я сейчас выделил таким пунктирчиком. Вот энергоостов человека. Ролтеньким. Вот. Вот так. Вот он. Это АИ. Это звезда АИ. Звезда Высшей. Вот эта звезда АИ. Это звезда Высшей Чувственности Экстрасенсорных способностей. Если мы ее посмотрим с неба, вот мы увидим этот знак. На что он нам напоминает? Это напоминает нам меч. Имя этой буквы ИА. Имя этой буквы ИА. Сейчас я ее напишу. Имя здесь. И А. Вот он. Меч. То есть получается меч олицетворяет буква ИА. А что такое? Это когда мы правомерно строим жизнь. Вот мы здесь на своей ступени мы строим жизнь правомерно и для того, чтобы зайти на новую ступень. Вот. Азы новой ступени. Вот сюда нам зайти надо. Вот. То есть мы правомерно строим жизнь для того, чтобы зайти на новую ступень. Это буква ИА. или приход в высшей небесной чувственности. ИА. И мы же знаем, что Иисус Крестье въехал, по-моему, в Иерусалим на осле. А осел что говорит? ИА говорит. А есть еще она осле. Это что значит? А есть у нас еще буква осол. Вот она осол. Обратите внимание, какие мощные биокодировки. То есть это обобщенная глубостная спираль приходит через человечность. Это уже высший знание. Здесь высшая лучезарность. Ну, эти буквы, это уже очень сложно. Это третьего года вообще обучения. Поэтому это сложно на биокодировке пока. Поэтому вот оно. Вот он меч. Мы его здесь видим. Меч. А что это такое меч? Это когда мы своим мышлением обретаем защиту. Вот наши центры защищены. То есть вот эти точки. Я вам сейчас. Так, ну каким же здесь цветом? Давайте красным, чтобы видно было. Вот. Да? Вот как буква червь. Вот если руки этот человечек. Вот здесь. Ну, здесь может непропорционально. Да? Получается. Вот она. И мы видим букву червь. Вот это вот. Голова это. Вот мы видим. Это точечка. И вот оно пошло. Вот червь. Это, соответственно, высшая чувственность. Это крест. Вот этот большой. Это ма. Десяти тысячи мерия. Это ои глубосный. Это лелька. То есть это вот возлелеивание поколения, возлелеивание нашими предками, нашей биосистемы. А здесь уже ноги связь с предками, руки связь с потомками. То есть локти – это наши дети. Правая рука – это сыновья. Левая рука, левый локоть – это дочери, черри. Правое колено – это отец. Левое колено – это мать. Дальше бабушки, дедушки – семь поколений. А предков – семь поколений потомков. Вот какая система. Вы представляете, да, вот сколько мы уже сейчас… Что такое мечта? То есть мы же сейчас можем посмотреть, как она действует в рамках ПВКС, нашего восхождения. А что значит наше восхождение? Нашим биоэнергоостовым. То есть мы рассматриваем мечту, мы себя вписываем в ПВКС для того, чтобы взойти нам дальше, выше. И вот, что нам принес Иисус Крестье. Вот, что значит меч. А что меч? Он отсекает. Он и разделяет, как бы разделяет. А что значит? В данном случае он создает биомембрану, защиту. Вот он, меч. Для того, чтобы человек обрел защиту. А что дает человеку защиту? Веданье. Кто ведает, тот защищен. А что значит ведает? Это кто сформировал… И тем самым он, значит, формирует свою биосист... Свою защиту, свою биомембрану. Веданье – это бесконечное единачество небесного и земного. Вот как это все работает. Вот он, меч. То есть, это оружие восхождения на следующую ступень, грамотного восхождения. Итак, что такое меч? Вот эта букова червь – это защищенный человек. Это человек-воин. То есть, меч позволяет человеку наработать воинствующие качества. Но это же защищенность. У него небесным апостольством здесь защита. Вот этой зоны энергоцентра. Вот это высшие чувственности, разумности. И здесь, вот в этой точке, духовно-душевный центр находится. Вот здесь ерема. Это очень важно. Тоже отображена примерно вот такой буквой. Вот и дальше тоже пошло. Вот она, червь. Ой, извините, эта буква не червь. Она неизвестна как. Ну, пока имя ее не дано. Она просто вот отображает ерему. Извините, червь вот. Вот, похоже, она. Поэтому это мощный человек защиту обретает. Мне защита. Мне, мне, мне. Мне защита для грамотного восхода. Туда, на следующую ступень. А что значит защита? Это когда нет раковых злипов. Это когда человек целостная биомембрана. Аура ей айца наработанная. Вот оно, светящееся яйцо. Вот оно. Всегда обращаем внимание, что тупым концом наверх. Яйца храним тупым концом вверх. Не ногами вверх. Вот так. Яйцеобразная. Ой, только руки-то надо захватить. Нет, так нельзя оставлять. Руки мне. Припад потомков. Предков. Ой, потомков мы не... Чего-либо вообще мы не обрезаем. Только если не здравое что-то. Вот таким образом захватываем. Ну, вот у меня некрасиво уже получается. Потому что у этого человек здоровый. Ну, просто когда руки-то у него... Тут, наверное, аура немножечко, да? Она вот как-то вот так будет идти. Да, вот так. Ну, может быть и так. Ладно. Тут, наверное, не принципиально. Понятно, да? Уже с этим тупыми руками. Ну, примерно так. Пусть так. Вот. Вот какая-то мощная система. Меч мышлением своим. А вот у нас здесь вписан юз. Мы еще будем очень интересную тему. Сейчас вот я готовлю по строению человека. И материалы задавали вопрос про дух души. Что это такое? Все это мы с вами будем рассматривать. Еще раз. Это рассуждение. Это не истина в последней инстанции. Пожалуйста. То есть, ну, вот, хочу сказать, берегите себя в том плане, что если вам не идет эта информация, не надо ее. Вот то, что идет, то, что воспринимайте, значит, это ваше. Не воспринимайте, не мучайте себя. Не надо. Значит, это еще пока. Может быть, преждевременно. Может быть, это для вас не подходит. Может быть, это тогда не точно. Да? Это еще раз. Это мое рассуждение. Потому что на основе того материала, что дал Гиргец. Итак, вот оно, наше мышление. Вот оно здесь. Оно в нас вписано. Вот он. Юз. Вот он. Это ангелизм. Высшая чувственность. Да? Вот он здесь вписанный. Вот оно мышление. Здесь вот у нас мышление. Мы уже с вами тоже об этом говорили. По-моему, когда бедро рассматривали. Сейчас я ссылочку поставлю. Вот. Посмотрите плейлист «Здоровье человека». И там с этой зимой. Вот у нас. То есть у нас везде мышление. Мы состоим из мышления. Трехью совостей. Вот здесь еще. Это тоже. Ребята, это все предположить. Потому что здесь тоже есть в желудке и в кишечнике есть мозги. И вот этот жирочек. Это с мозгами связано. Вот он. Вот у нас сколько мышлений. И мы своим мышлением, мы нарабатываем защиту. Вот своим мышлением нарабатываем себе защиту. А мышление через что мы мышлением? Что оно использует? Вот как инструмент. Я-теньги. То есть это сотворение. Кто-то задавал вопрос. Что такое я-теньги? Это деятельность. То есть мы тем, мы создаем что-то. Сотворяем что-то. То есть мы что-то делаем здравое. А что здесь? Мы сотворяем коллективный дух разум. Потому что я. Коллективный дух разум мы сотворяем. Мы его нарабатываем. Нарабатываем коллективный дух разум. И с помощью него действуем. Потому что коллективный дух разум нам тоже помогает. Потому что мы можем информацию, которую нам нужно получить. Вот. И вот здесь надо вот так, наверное, повыше чуть-чуть. По проценту. Вот. Соответственно, он там тоже нам помогает. Я-теньги. Вот. И тем самым мы нарабатываем. То есть я-теньги мы нарабатываем солнечность. Переходят сюда небесное солнце. Речи. Реченки. Вот эта солнечность мы нарабатываем. Свою ауральность. Да. Потому что если с неба мы можем это прочитать как Ра. Ра. А Ра. Вот она. Это путь. Да. Крайской ступени. Поэтому вот что такое меч. Вот Иисус в кресте. Да. Вот он на осле въехал. И А. Это. Да. И А. Осел говорит. И А. Вот он. Мы видим меч. А что мы здесь еще видим? А мы здесь видим две буквы Тау. Небесная тауизация и твердевая тауизация. Тау. Тау это знак обессмертивания. Перпендикуляризация. Есть такая буквы Тау. То есть посредством нее мы нарабатываем новые знания. И вот здесь обратите внимание. Вот этот ИА мы тоже видим. Вот. Это высшая небесная чувственность. Вот у нас это земная. А если мы ее с неба посмотрим, увидим, что к нам высшая небесная чувственность приходит. И А. Вот она. И она еще отображает и зону крестца. У человека вот здесь. Да. Вот она. Вот так будет тут крест еще. Вот он. И А. Мы здесь видим. И мечта мы же еще можем записать вот так. Через тау. Мечта. Вот он. И обратите внимание. Мы видим здесь меч. Вот он. Да. И видим здесь уже перпендикуляризацию. То есть восхождение к более светоносным энергиям. Мы знаем, что восходим мы перпендикулами. Да. Перпендикуляризационно. Вот здесь вот мы эту спираль строим. И потом до какого-то момента, а потом все, она вот начинается еще вот так. Вот уже вот оно. Идет перпендикуляризация. Вот он. То есть это признак или это... Нет, не признак. Это перпендикуляризация. Это бессмертие. Бессмертие. То есть это как способ или как знак. Нет. Или как отображение бессмертия. Это принцип бессмертия. Вот так, наверное, можно сформулировать. Вот она, эта система. Посмотрите. Меч для та. Поэтому не думайте, что я пришел мир на землю принести. Да. Мир здесь в значении раковых злипов. Вот этих вот как бы... Вот он же в резервациях. Там где вот эти раковые злипы. Да. Преступники, воры, насильники там были собраны. И вот они там... Да. Вспомню вот эту фразу. Еще раз все время говорю. Это зиды в темных рядах почивая гнездятся. Вот чтобы этого гнездования через зло злого вот этого не было. Потому что пришел отсекать это нездравое раковые злипы. Это отсекает меч. Он здесь, видите, он нездравая. Не пропускает это буква. Человек в защите. Человек в защите. Он к себе вот этих нездравостей не допускает в свою биоструктуру, в свою биомембрану. Не допускает проникновения сквозь вот эту защитную нашу оболочку нездравого. Не допускает ракового злипа меч. Он отделяет, отсекает это нездравое. Небесной чувственностью. Вот он, символ меча мы же видим здесь. Посмотрите, то есть мы, прикосновеясь к мечте, да, вот к этой матрице биокодировки, мы нашли там себя, место себе на этой ступени для того, чтобы взойти на следующую. Вы представляете, что такое мечта? Это какое мощное оружие. Это мощное слово, мощная биокодировка. Матрица мощная. И мы сейчас можем ее задействовать. Поэтому здесь это только на здравое, только на здравое, только на восхождение. Здесь недопустимы нездравые мысли. Еще раз, очень всегда привожу ответ ребенка, когда там ему говорили, что мысли плохие. Он говорит, так а что? Так не надо думать плохие мысли. А зачем их думать? Так вот не надо. Не надо. Ваше это. Или вам какие-то вот навеваются, да, посмотрели телевизор, вот это, да, воздействие идет там такое информационное. Или с каким-то, ну, как современно говорят, токсичным человеком поговорить. Не надо это мыслить, да, в себя. Не надо впускать в свою биоструктуру. Ну, пусть оно отлетает, да, вот как горох, да, от стены отлетает и все. И вот здесь. То есть надо вот эту вот биомембрану свою нарабатывать. Не становиться, мол, как бы как решето, да, которое все и пропускает и так далее. А мощность, да, вот как яичко, представляете? Вон у него скорлупка какая мощная. И птенчик там защищенный. Принцип Ай-Ц, да, грамотное яйцо Ай-Ц, это мирового яйца Ай. Вот она, буква Ай, да, только для прихода ангелизма. Вот Юсик, да, но здесь оно еще для прихода ангелизма. Вот она Ай. Вот, кратко, кратетко. Вот она. То есть к Ра, да, мы идем, да, то есть создаем жизнестрой через, опираясь на райскую ступень. И для того, чтобы мы создаем на своей ступени, мы же намысливаем, да, то, что уже как бы в этом жизнестрое, да, небесным жизнестроем прошлого. Вот он. То есть, значит, он уже там у них есть, этот небесный жизнестрой, да, а мы его намысливаем, мы его как бы воплощаем, да, мышлением. Для того, чтобы туда взойти, на следующую ступень. Меч для та. Мечта. Да, здесь еще интересно. Мачта, да, высота мачта. Потому что здесь тогда будет МА задействована. Вот эта буква, вот она. Десять тысяч мер. Мачта. То есть своим, да, это способность уже материю воспроизводить, создавать живую материю. Для того, чтобы родить ребенка, нужно задействовать десять тысяч мер плюс одна. Вот оно, мачта, да, мачта и мечта. То есть здесь уже МА через защищенность человека, через наработанную защищенность, тоже для того, чтобы взойти на новую ступень. Мачта – это что-то высокое. То есть нам туда еще надо, да, стремиться к этому. А вот мечта, у нас есть оружие, может, действуем. Действуем. Мачта, да, знаете, какая, может быть, как ориентир или, ну, это уже отдельная тема. Поэтому вот, что такое мечта. Поэтому мечтать нужно и можно. Это, кстати говоря, больше прерогатива женщины. Вот мечта, вот, это ее большая задача, в большей степени. Это не значит, что мужчины не мечтают. Поэтому мечтайте, други, мечтайте о здравом, вот, и мечтайте это и конкретные дела, потому что мечта воплощается делами, нашими делами на благо коллективного духа разума, на его построение. Да, то есть на строительство этой спирали, на жизни спирали, да, своей маленькой, да, это как большая река, такая полугодная, да, такие вот, да, люди, это маленькие ручеечки, которые формируют живить эту реку. Вот, и мы вместе строим и восходим на следующую ступень. И в то же время каждый в отдельности, да, своей биомембране. Поэтому, вот сейчас слова Иисуса Кресте, вот, они так звучат, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. То есть показать людям, что вот человек создан по высшему образу подобию, что он божественная система, вот, показать, что у него дар, а крест есть, да, восстановление дара, а крест. Вот, 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 это его действующая сила, вот этот крест биоэнергооста в человека, и то, что сейчас, вот, как бы, как бы, что это, как бы, символично, но люди, получается, пожирают тело Иисуса Кресте, да, и пьют его, как бы, кровь, это когор, тело, это просфора или муж как-то, я не знаю, как точно называется. Да, ну, ведь это же неправильно, только подумайте, что в это происходит, это же что, богаедство. Думаю, это недопустимые эти вещи. Вот, поэтому, давайте восходить здраво, и Иисус Кресте большие задачи выполнил. Напомните, люди, что у них дар, а крест есть, вот, это вот, высшая чувственность, Дара Крест, это видя на 4 стороны, вот оно, видя, вот Дара Крест, ой, извините, вот, Дара Крест, ну, вот, примерно так, и вот он, крестик, почему, да, вот он, то есть на все 4 стороны человек ощущает, чувствует, понимает, вот он, Крест, вот он, поэтому, вот оно, видя, вот здесь, вот это вписано, да, четырех видите вот и во времени мы смотрим и вот ой да вот так то что из прошло в будущее по временной по творцово так скажем поэтому это мощное и оружие тоже да потому что меч пришел принести то есть оружие вот защиты вот как раз органов восприятия человека чувственности человека и это является его мечом то есть своим мышлением вот эти мышления связано может сами сказали с ангелизмом человека он реализует даст свою мечту и для того чтобы зайти на следующий ступень то есть мечта это оружие это способ восхождение человека к следующей ступени то есть он уже намысливает через что он будет как он что он будет делать да в коллективном духе разума как он пользу принесет тем самым и коллективный дух разума тоже помогает наработать это объеме бронику эту защиту то что человек себя здраво ведет и коллективный дух разум на это откликается вот а ведь а если чек не здраво то его что делает меч отсекает да ну вот пример простой пример чтобы может быть немножко паузу такой человек да есть вакансия есть вакансия например бухгалтера на предприятие требуется бухгалтер вот у него значит определенные должны быть там требования да вот какими качествами должен обладать там пунктуальность там какой там аналитический склад ума конечно образование вот оно то есть это чтобы вступить на следующую ступень чек нужно обладать какими-то качествами да вот как вакансия вот качество пришел человек люди прошел собеседование он соответствует дальше то есть это вот как человек воплотился до планета делает запрос на то что нужно такая система для решения таких-то задач соответственно определенные там действующие системы так как кадровая агентство подбирает и отправляет на землю вот человек пришел все у нас или выпадают мы аналогии параллели проводим пришел вот он на работу бухгалтер начинает работать один как работать усердно он старается там что-то делает еще лучше как то что то вот так далее чтобы еще еще больше пользы принести предприятию предприятие как будет реагировать она будет поощрять такого чека возможности карьерного роста давать ему да будет его поддерживать премии будет давать может быть какие-то условия по охране здоровья там поездки на отдых например еще что то она будет беречь его то что этот этот человек этот бухгалтер он приносит большую пользу предприятию он заинтересован в этом предприятии еще раз это упрощенный пример да и поэтому принципу если человек поплатился на планете он активно начинает действовать на благо планеты конечно все окружающие коллективные духа разум будут это поддерживать и вот она это защита человека а если возьмем другой случай бухгалтеры например учета не хочется работать а он вообще может и не компетентный там диплом куплены или кое-как он там что-то там где-то там до чему-то где-то там что-то поучился он они работал на не хочет да и вообще что с таким будет отсекать увольнять он он не приносит пользу он паразитирует до заплату получает но он чего-либо не делать а может быть ошибок на дел и из-за этого предприятия там штрафы платят и так далее вот он быть вот он этот лжепринцы получается и поэтому же принципам как кто будет этого человека который паразитирует на природе маме да на высших каких системах на других людях это раковые злипы и вот о чем говорил иисус крестьян пришел это отсечь он даже дать оружие чтобы люди сами это отсекали от себя паразитов не скормили их чтобы их кровь и плотик не жирали паразиты вот он открыл это человеку это знание чтобы человек вот он это же создание по высшему образу и подобию он творец иисус кресте пришел показать он это показал аж как ему отплатили мы все знаем с вами тут поэтому вот вот этот принцип и вот это нам буквы представляете это буквы нам об этом говорят нам этот гирьет 40 лет об этом говорят есть лекция пожалуйста в группе вконтакте выложены лекции гирьется они сделаны с таймингом пожалуйста слушайте там интересный момент если вы сразу лекцию не можете прослушать то то есть постепенно привыкаете это первый источник вот да мы на него опираемся мы с вами идем дальше мы рассуждаем новички кто слушает они вот вы уже сами через свою биоструктуру как вам это отзывается или нет согласны или нет да то есть уже сами решать подходите разумно вот у нас мечте нас главная действующая сила это наше мышление наше с вами мышление мышление материя будущем мышление план материя сотворения мы сначала думаем потом делаем мы намысливаем сначала то что мы будем делать поэтому мечту можно назвать только грамотное только созидательное творческая только это может быть стать мечтой разрушительно это лжемечта этого не должно быть будьте бдительны к себе берегите себя вот создавайте свою ауру бю мембрану стройте это своим мышлением ведь мышление дает нам защиту мышление гра грамотное да мы сотворе на сотворение жизни строя ведь этот бухгалтер даже вот сейчас современности если он здраво ведет отчетность да он на благо в него все напарали на предприятие предприятие он не знаю хлебозавод например он кормит людей хлебом дает пищу вот она и даже через этого бухгалтера то есть он грамотно начнет оздоравливаться предприятие потому что он не будет соглашаться на нездравый вещь если мы так каждый человек на своем месте даже пусть это пока как бы не здравой профессии временные до не временные а временные но ведь оздоравливаясь и оздоравливая вокруг себя мы постоянно будем оздоравливать жизнь и строй и вы здраво строить вот эту спираль все вместе и здраво восходить на следующую ступень не пытаться сползти да вот на чужом крепче и чужом горбу на не вползешь не получит а тут страж стоит не пропустит видите с мечом вот здесь же меч есть на текает отсекать не пропускает допустит этого поэтому вот такой настрой на здравое восхождение на сотворительное совершение добрых дел да это не значит надо вот идти там шашка махать нет очень разумно меч это то оружие одно он просто так мы хотим не будешь это поэтому с мыслями очень аккуратно старайтесь их контролировать обуздывать до своим сознанием держать и по небеспорядочно там вас копать как как бы таракашки не прыгали не нужно это спокойно размеренно то есть постепенно продумывая если это мысль чужда она не здраво вот гоняйте что-то не мою и все я это не хочу думать я не буду это думать потом этот навык просто будет на работу потому что в пространстве нас к сожалению но как бы не очень здравое и много мыслей вот каких-то там не здраво пустых не нужно себя пропускать вот свою биомембрану чак это волен человек и создан по высшему образу под он сам решает что ему думать что ему не думать что ему делать что ему не делать с кем дружить с кем не дружить надо жить еще раз дать своей головой вот она у нас нашей голове столько всего включено город светлая головушка от вражение какое потому что там свет вот он светит ангелизм до нимпу святых данных иконах посмотрим рисуем поэтому и еще раз происуса крестия распятие нельзя носить можно и нужно носить вот здравый крест вот он десятиконечный церкви ходить с десятиконечным крестом на куполе да вот он вы знаете почему это олицетворение биоэнергоостого человека и молитва защита крестного острова остого человека отче наш здравые грамотные молитвы тоже нужно использовать до молитвы молить в себя то есть выжигая нездравое тоже мо мышлением своим поэтому вот раз два три 4 5 6 7 8 9 10 вот он десятиконечный 10 мера топи it это необходимое необходимое допустимое количество мер для освоения нашей пвкс вот пожалуйста поэтому внимательно до распятия ну что же это такое представляете но мертвого человека вот какой-то трубы дайте как бы мог где-то либо нашли и что это да а это же ведь родственник чего ты что этого родственника вот так вот в таком виде и память о нем что ли хранит что он там кровью истекала еще зачем это прибитые тоже муки человеческие зачем их множить люди задумайтесь об этом думайте пожалуйста осознанно ко всему ведь это настолько ну нелогичные поступки я это как бы символично в чем здесь символизм почему такие нездравые вещи люди множат а почему нездравое то что иисус крестье знания нёс так давайте знания нести вот это за ним стараться продолжить его дело восстанавливать себе дар окрест вот это этим мы будем способствовать второму пришествию христа а как он придет скажет что я туда пойду они там мою как бы мол попытаются плоть мою жрать еще и по алкоголь пьют как мою кровь я что что он этот алкогольный завод что люди задумайтесь об этом что же это такое поэтому надо оздоравливать это не значит что и там махать но просто оздоравливать объяснять эти вещи тому кто это способен воспринять вот и все ведь это же логично и понятно да образ святого иисуса кресте конечно это это же здравая икона иисуса крестья зачем же его луки-то множить человек мучился за страшные муки вы только подумайте для чего нам этому этому может не нужно это недопустимо так и зачем конечно мы помним об этом надо этого не допустить дальше предотвращать это дальше и беречь таких людей которые несут свет и тогда они будут приходить для помощи нам для подсказок а если такое отношение у людей а кто пойдет каждый конец животных как себя ведут о чем мы к ним пойдем-то это как в клетку до в тигру войти там тигры как бы вот разорвали бы одного сожрали потом другого третье скажет а я не пойду отчего туда пойду не неадекватные он усыпите да вот мечом башки отрубить и все давайте этого не допускать к сожалению жесткие вещи говорили не сторонник таких вещей вот и ну по получается же так потому нужно вести себя так как разумоносцы осознанно да как мы можем то 3 процента задействовано но они же у нас есть мы ими можем думать мы можем ими работать и мы это наработаем ведь мышцы же что также но дряблые мышцы там то чек да например после травмы там какие-то мышцы атрофирован это надо заново учиться ходить ну и что человек может и восстановиться еще и бегать будет и на соревнованиях участвовать также и мы мы же можем это восстановить своими у нас инструментом гирьет стал учите буквы пишите на счет постепенно по чуть-чуть по чуть-чуть раз осознанность раз вроде что не понимал а потом чек раз а я чушь я это делал но это же как-то неграмотно это же а что зачем я это делал не будет это делать и это будет естественно не наносно без каких-то вот таких знаете шум шумных каких-то там возглас а спокойно он просто начнет грамот не себя вести как бы даже незаметно по чуть-чуть по чуть-чуть ну а что делать если мы 14 тысяч лет люди придавали разум но что делать восстанавливать же ее надо или другой из варианта да это как судьба фаэтона просто дезинтеграции все поэтому нужно этого не допустить и работать над собой но что делать вот и вы уже это на этот путь вступили раз вы смотрите это видео мы с вами разговариваем на эту тему те же с вами беседу веду диалог или под много нас вот поэтому это очень интересной темы и даже если вам что-то непонятно от каждого ну какие-то фрагменты понятно это хорошо а потом потом спустя еще что-то послушайте можно это время знаете жизнь подскажет да вот какие-то обстоятельства слушать вам придет понимание каких-то если что-то мимо проходит а пусть она проходит все а потом и когда-то там спустя сколько лет еще послушайте раз ой это пропустил не видел знаете так очень волшебным образом работают лекции гирьица то есть иногда вроде бы столько раз их слушал а еще раз слушать сразу эта информация новая откроется которую вот нет часу нужно например чтобы видео записать раз и приходит информация нужно а вроде бы слушала лекцию как этого не слышала просто но три процента они не могут сразу такие большие объемы информации воспринять потому что усваивается человеком то усваивается и не надо особо себя насиловать но это мой совет конечно это все что я говорю это ну это рассуждение это размышление это знаете это не призыв к действию но в каких-то случаях учить буквы наверно можно призывную это рекомендации потому что человек свободен да он волен выбирать просто несет за это ответственность это очень надо не забывать об чек свободен и он волен выбирать все что он желает так он несет за это ответственность поэтому вот такой сегодня получилось видео получилось очень вот такой знаете вот мечта есть только я думаю как это все вместить вот столько информации вот вот как получилось вот поэтому спасибо вам большое за внимание спасибо вам за вашу работу за то что вы слушаете пробуждаетесь за то что вы не придаете свою разумность вот и всем нам желаю успеха успеха восхождение всего вам доброго пока